Ну что же, всем привет дорогие друзья, добро пожаловать на Starluder 5, с вами Ленин Айви и сейчас мы посмотрим первый полуфинал в рамках Hellcase 5 сезона. Всем приятного просмотра и если вы вдруг будете испытывать проблемы с просмотром этой трансляции, пишите об этом в чате, ее я веду из дома своего, поэтому могут возникнуть некоторые трудности. И что же, это Best of 3, леди и джентльмены, первая карта уже известна, как вы можете видеть это будет The Train, которая на ваших экранах, пик команды Imperial, Cobblestone 2, пик команды Kinguin, что и понятно одна из их сильнейших карт. По крайней мере вот они считают ее сильнейшей Инферно, напоследок если понадобится. Так, интересно, ножи выигрываются командой Kinguin, те тут же начинают в защите, разумеется, в рамках карты The Train Imperial будут атаковать. Ну и мы ждем рестартов, ждем пока присоединится тренер команды Kinguin, это Лурк, если я все правильно помню, он все еще должен быть тренером в своей команде. Фризов, фризов. Вы знаете, фризов быть не должно. По той простой причине, что у меня их нет. Вот так вот все просто. Сами-то за кого пришли поболеть? Работяги, бояре, пишите в чате. На самом-то деле, Kinguin вчера провели неплохую, очень плотную серию против команды Binary Dragons. В общем, кто посмотрел, наверное, тот помнит. Binary Dragons должны были выигрывать, по-моему, там уже первая половина третьей решающей карты ушла. За ними 12-3, сейчас перепроверю точно. А, нет, 10-5. Но все равно Binary Dragons выигрывали на нюке, а потом... В итоге не смогли додавить атаку и, как итог, Kinguin все-таки вышли в этот полуфинал. Призовый фон, кстати, составляет 10 тысяч долларов. И параллельно с этим победитель получит еще и слот на закрытой квалификации к старт-серии следующего, четвертого сезона. Правда, непонятно, когда она стартует. Наверное, где-то в начале осени. Что ж, покажу. Ох, поджим верхней линии, насколько эффективно показывает Мичу или Миху. Не важно это. Важно, что два хэдшота он только что повесил и ушел в живых с четырьмя ХП. Это было отличное начало для Imperial. Это не то, чтобы стало прямо неожиданностью. Они просто ничего не смогли, по всей видимости, с этим поделать. Ну и вот оно. Отличное начало. Уже, по сути, пистолетка здесь... Не сказать, чтобы прям проиграно, но все близко к этому. Б плент контролирует два человека. Сейчас уже четвертому номеру на А стягиваться ни к чему в том свете, что у Imperial потери. Imperial, с другой стороны, нужно ставить бомбу. В этой связи они вынуждены выходить в бточку и как-то пытаться ее устанавливать. Ведь на Б все-таки проще ставить бомбу, как бы там ни было. Ну, красный мяч должен умирать, и бомб все-таки будет has been planted. Теперь выбивание. Ну и выбивание, кстати, с нескольких направлений. Будут идти по линиям до тех пор, пока не встретят сопротивление игроки Kinguin. Так, но кто-то, кто-то все-таки просочился в дымы. Это может стать сюрпризом. Выход от Drimmer, но он ловит очень плохой тайминг. Шпера замечает его первым. Не смог Drimmer вовремя среагировать. Молотов с верхней линии. Теперь Баблу предстоит выиграть свою борьбу против Шпера, который контролирует своего соперника, не дает ему выйти, пока с нижней линии спайлидера накрывает Ралан. Баблу везет чуть больше. Он пикает Шпера и теперь станет легкой жертвой Мауза. В тот самый момент, когда бомба будет раздефюжена. 1-0, но Imperial, даже несмотря на две потери, все-таки задачу минимум выполнили. Справились с ней, установив бомбу. Одни пишут, что все нормально, другие... Друзья, если фризит не слишком сильно, просто отнеситесь к этому философски. Не знаю, не должно, серьезно. У меня нет ни одного потерянного кадра, у меня нет ни одного потерянного фпс. Хотя, действительно, если включать, он твичат и подлагивает. Но не важно это. Важно, что этот бастуф 3 мы все-таки с вами досмотрим. Ну и, знаете, как мне кажется, для Кингвин здесь важнее, конечно, не столько проходить в гранд-финал. В финал важно выйти Империи. Кингвинам важно выиграть сам по себе этот турнир. Пока здесь фарма полном экономическом. Хотя фармом это назвать сложно. 4 из 5 фрагов были сделаны кольтами. Так вот, что касается Кингвин, кто помнит, в 2016 году, да, в начале, еще, может быть, если теки-бэтл, кто-то вспомнит 2015. У парней был хороший задел. Хотя там состав был немножко иной, но в нем. Вот, например, Ралан присутствовал. Но после Везга в конце 2016-м Кингвины резко потеряли форму. Они резко перестали играть, при том, что они являлись туп-два польшей. Сейчас, наверное, туп-два польшей являются. Но это настолько разные теперь уже плоскости. Но не будем об этом. Первый девайс на раунд. Флэш от Мауза, который открывался... Ну, не открывался, он находился на первой линии. В пространстве между вагонами. Казалось бы, все начиналось хорошо для болгар. Но после хендри-фрага поляки сделали ажну три в ответ. Теперь уже четыре. И быстрого выхода на А в лэнд не получилось. Хотя тут факт, что Мауз сейчас проиграл свою перестрелку. Имея преимущество не слишком хорош. Но Шемета остается один в два. Еще и с неполными холлспоинтами. 49 хп. Хайпер его замечает. Но тэппингами, тэппингами Шепа настреливает. Шемета, прошу прощения по Хайперу. Остается один в один. При этом замечает последнего соперника. Наверное, в этой связи можно было смело через апдаун уходить в Б. Но Шемета легких путей нечет. Он решил делать это не через апдаун, чтобы не было все столь очевидно. А через коннектор. Просочиться, зайти в Бэй, поставить бомбу. Возможно, он мог бы рискнуть и пикнуть КТ для того, чтобы стать неожиданностью для Миху. Но для Миху неожиданностью он бы не стал. Соответственно, Шемета сейчас принимает плюсовое решение. Вопрос только в том, как много времени ему понадобится. Но он будет устанавливать бомбу прямо сейчас. Это не слишком рискованно. Плюс ко всему, Шемета сумел выбрать позицию наиболее для него подходящую. Попытка пика Миху. Один в один. Ну и Миху свою перестрелку выигрывает. Вот так вот просто достаточно. Клач один в один тащится этим польским дарованиям. Многие его в свое время хотели видеть в составе Virtus.pro. Пророчили его на замену одного из топовых поляков. Но так и не получилось, не сошлось. Ну и вот до сих пор 2017 год. Уже вторая его половина. А Миху до сих пор играет в команде KingWin. Миху, Миху. Ну, на самом-то деле, еще когда-то давно, в 2015 году на трансляцию, ворвался поляк и сказал, что Миху по-польски читается Миху. Раньше-то его в Семичу называли. Сейчас, наверное, тоже. И это было бы логичнее, потому что так и читается по-английски. Но вот именно по-польски читается Миху. Как-то, знаете, уже зазорно, наверное, немного называть его неправильно. Знаю, что это неправильное название есть. Скарг, кстати, у Ралана. Вот на что стоило бы обратить внимание в первую очередь на начало раунда. Пока же Шпера пытается продавить его. Отчаянно простреливают по нижней линии. Сам он своего фрага не сделал. Но хорошо, что унес ноги. Вот самое главное. Маус скилл по спайлидеру. Ну, это было по точке. Спайлидер отдался здесь. То есть он был таким запирающим игроком. Люркером отвлекающим. Называйте, как хотите. Но не вышло. И пока атака Империал не выглядит слишком хорошо. Хотя стрельба дримера тоже неплоха. Он с тремя хп все-таки выигрывает перестрелку у Хайпера. Ну, остался с тремя хп. Молотов не нанесет ему ощутимого демеджа. А выбивать придется с двумя немобильными игроками. И, кстати, один из мобильных уже помер. Это Миху. Он отдается баблу. Маус дает важнейший размен в ответ. Шемета. Как ты здесь оказался, дружище? Бомба стоит не под него. Это однозначно. Вот. Маус уже должен с минуты на минуту, наверное, заниматься ее дефьюзом. Шемета слышит, что бомба дефьюзится. Но предотвращать это никак не собирается. Понимает, что у него и не выйдет. Как максимум пик, например, Шпера. Но нет. Шпера с 22 хп смел реагировать на Шемету в опережении. И, как итог, 4-0. Паузу прописывают. Кингвины. Техническую, разумеется, паузу. По игре проблем у поляков никаких не было. Так. Буду сворачиваться на чат время от времени. И смотреть, что же вы здесь, дорогие зрители, пишете. Реально на 760 лагает. Ну, да, есть такое. Просто известными мне средствами это уже не пофиксить. Тут дело, скорее всего, в том, как работает эксплит на компьютере. Мог бы, конечно, понизить битрейт потенциально. Но думаю, что это сильно нужно. Досмотрим. У Шпера фризит игра, говорят. Вот так вот. А тут спросили, сколько у Шпера хп осталось. То есть у Шпера мало того, что играла гала, так он еще и перестрелку выиграл. Ну, да, перестрелку выиграл у Виктора. У Шпера как раз 22 и оставалось. По-моему. Когда он с Авика пикнул еще и коннектор. Сыграв на опережение. Тут кейсы падают, кстати, да. Мне разрешили несколько раз за карту нажимать волшебную кнопку. После нажатия на которую вам будут сыпаться драпы. Только нужно понять, где эта кнопка находится. Сейчас я спрошу у наших администраторов. Они мне ответят. Я на нее нажму и кому-нибудь из вас упадет ящик. Да, друзья, ящики действительно падают. Условия. Условия выкидываются ботом в чат. Вроде как бэкап только что был сделан. Ралан 4-0. Ралан будет продолжать играть на Скаре. Знаете, на прошлой трансляции, которую мы вели в студии Starluder TV, ее комментировали мы с Гомером, речь зашла о том, что Скарта используется очень редко. И его действительно в некоторых моментах не хватает. Знаете, вот чисто для такого драйва, для каких-то эмоций, чтобы кто-то из профессионалов действительно высокого уровня взял Скар и показал всем в 2017 году, как с ним нужно играть, как его нужно правильно использовать. Для максимального КПД, кстати, поджим нижней линии пока что в исполнении Hyper. Он рискует наткнуться на двух, а то и трех игроков. Проходит в дымах или просто сидит здесь. Да, он разминулся, прекрасно слышит своих соперников. Понимаю, что сейчас можно словить две спины. Идет в другом направлении. И вот они сладенькие! Отличная работа Hyper, где третий. Увидел третьего. Выход на него не получил. К сожалению, совладательство своей стюльбой, но на уверенности действует господин Hyper. И действительно сейчас для своих соперников Hyper господин. Потому что разобрался он с ними в пожарке по-господски. А это, друзья, на минуточку второй девайс на раунд от Imperial. Не знаю, можно ли их Imperial прям называть. Но то, что сейчас сделал Hyper, действительно выше всяких похвал. Надеемся видеть такое почаще. В рамках этого матча, по крайней мере, я надеюсь, думаю, вы тоже. Ну, момент был экшеновый. Пока же выход на B. Бомбу, наверное, все-таки поставят. Хотя тоже не факт. Ладно, красный Hyper умирает. Теперь можно разобраться. И с Раланом Шемета справляется и с этим. 28 хп, тем не менее, на двух оставшихся игроков команды Imperial. Пик отмечу. Боже, как же они хороши. Вот, если честно, к индивидуальной игре KingWin, наверное, в целом претензий нет. Даже если кто-то там выпадает, то они, по крайней мере, доказали за время своего существования, что у них есть хорошие индивидуальные игроки. Наверное, проблема отчасти в уверенности, отчасти в, может, недостатке тактик. Не знаю, если честно, мало наблюдал за их последними играми. Но факт в том, что KingWin, наверное, имея тот потенциал, который они демонстрировали нам по ходу прошлого года, в 2017-м, ну, должны были блистать как минимум не хуже. А получается так, что спад наметился действительно не иллюзорный. Так, Ралан снова на Скаре. Подсаживает Шпера, который на авике. Параллельно с этим мы видим двух игроков на мидле. Одного в апдауне, одного контролирующего поджима линии. Ну и Бубле, который будет стоять на раскидках. Снова-таки Маус не изменяет своей привычной манере. Стоит на позиции между вагонами. Шпера развлекается с Айвиком. Его фрагов мы не увидели. Думал, Маус будет свои киллы делать. Но Маус все еще может. Нет, не может. Автодиректор играется с переключением игроков. Хайпер остается один. Спрейд в дымы. Нужно найти последнего. Последний прячется прямо за плотом. Выход, но со стрельбой у Бабла оказалось все немного лучше. Ну, здесь переводка и ваншотность, наверное, повлияла. Поляк немного не довел влево. 5-1, как итог. Это несмотря на то, что Шпера сделал два первых минуса на начало этого раунда. Все мы помним. Действия Шпера намекали на то, что он собирался, наверное, даже пикать линию, но нужно было раньше, наверное, входить в зум. Дал возможность Баблу сыграть. Хайпер действует на дигле, играет с вагона, отстреливает Виктора, тут же дает дым и попытается взять АВП. Окей, АВП подобрана, задача выполнена. Что же дальше? Третий игрок. Даже четвертый на какое-то время смещался к точке Б. Параллельно с этим Дриммер уже выходит на Апленд. Это сейчас он поймет, что никого нет, либо найдет Ралла, но убьет того, и в любом случае на Планте А никого не окажется. Вдобавок ко всему мы видим Шмету, который вышел из зелени, но проблема в том, что почему-то никто не смотрит на линию. Хайпер промахивается по спине соперника. Второго шанса, разумеется, Хайпер ударить никто не хочет. Окей, ошибка эта пока не критичная, а вот теперь критичная Баббл. И здесь оказался хорош. Кстати, оба своих фрага он сделал на противоположных Плентах, мы помним. Ну и наконец-то Империал показывает нам раунды. Раунды в атаке на карте Детрейн. Ну, хотя, конечно, не промахнись Хайпер, не промахнись Шпера с самого начала, точнее, среагируем. Все могло бы пойти по другому сценарию. Но сейчас раунд был даже 2 в 4. Еще Миху сделал свой фраг. Спайлидер отстреливает Мауза. Ну, Миху тоже не слишком много шансов засейвить это на АВП, особенно в том свете, что он спалился и сейчас окажется под перекрестным огнем. Не вам шот. И второй раунд. Для команды Империал. Что с качеством микро? Ну, дело в том, что он просто не студийный. То есть это обычная игровая гарнитура. И понятное дело, что зрители Старладера привыкли к лучшему качеству микрофонов, но сегодня мы в спартанских условиях. Дело в том, что вареник, как казалось, к вечеру должны были просто свет выключить. Ну, там, ремонтные работы. Поэтому пришлось придумывать что-то другое. Полный экономический у Кингвин. Третий раунд Империал. Ну, точно уж должен зайти. Выход здесь выглядит хорошо. Многообещающе. Осталось только не отдаться голым пистолетом. Что, конечно, маловероятно. Откинутая ХАЕшка. Дым следом. Отлично вышел Виктор. Зелень снова никем не контролируется. И отличная работа в исполнении Болгарина. Ралан и Хайпер. Разумеется, не будут лезть на рожон. Сыграют на отстрел. Все-таки самим терять нечего. Сейвить тоже нечего, кроме по 250 на руках Хайпера. Вопрос еще и в том, сколько там дадут денег. Окей, третий проигранный подряд подарит полякам 2 400. Значит, максимальная сумма, оказавшаяся у Кингвин в следующем раунде, будет равна... 5... 450. Было 2 900 у Миха, мы видим. Даже 300 у Миха. Но это не слишком важно. В этой связи важнее то, что... Да, 350 важнее. Что... Может появиться снайперская винтовка. Потенциально даже в руках у того самого Миха. Ну вот... Знаете, самое обидное... Когда у тебя есть 600 долларов, а армор первый стоит 650. И ты думаешь, зачем я тут декой купил во втором раунде? Ай-яй-яй-яй-яй, да? Ну, конечно, Миху никаких декой, может быть, и не покупал. Но факт остается фактом. Иногда 50 долларов могут зарешать. Поэтому лучше деньги почем зря не тратить на декой. Если вы не собираетесь их использовать. Давайте. Итак, позиции пока в основном стандартные. Разве что можно отметить Миху, который рокировал, если я не ошибаюсь, Мауза. Вот здесь в позициях между вагонами. Правда, играет Миху со снайперской винтовкой. Что может быть чревато. То есть вот то, как он двигается с АВП, это довольно опасный момент. Хотя тиммейтс посматривают и выход из мидла, и выход из апдауна. Но потенциально Миху мог бы пропустить зелень, например. Хотя сейчас он уже вошел на контроль этой позиции. Без шансов расправляется с баблом. И вот тут болгарину уже не так весело. В прошлом-то раунде... Точнее, в позапрошлом, на прошлом девайсном. Бублу удалось перестрелять сразу двух соперников с АВП. Сейчас не получилось даже первого. Дриммер, тем не менее, дает размен. 4 в 4. Ситуация для Кингвин немного усугубляется. Шпера забирает красный... Точнее, фулового даже спай-лидера. Бомба падает под медлом, и Виктор пытается занять апдаун. Шпера, скорее всего, слышал спрыг. Начинает низ того настреливать через этот смоук. Великолепная флешка, которая, однако, Шпера не спасла. Виктор был полностью фуловый, стрелял, скорее всего, просто рефлекторно за, там, секунду, например, до того, как флешка раскрылась. Он увидел силу от соперника, и потом уже, будучи слепым, просто не отпустил. Шмет остается один. Теперь уже в 2 после фрага по хайперу. Раун отвечает 6-3. Ну, и пока... И пока у Кингвин проблем не намечается. Да, отдали несколько раундов, один из которых был экономическим. То есть, всего отдали 3. Но... В целом, динамика положительна. Дриммер! Идет в апдаун. Тут же получает молотов. Немного подгорает на минус 19, но не слишком сильно. Обратите внимание на модель обороны. На точке А до недавнего времени, до минуты 35, там находился... Точнее, на аппленде находилось 4 игрока. Дриммер пикает Мауза. На апдауне Миху промахивается с АВП. Возможно, он даже не выстрелил. Этого мы уже не узнаем, пока не пересмотрим демку. И снова-таки Кингвин. Пропускают соперника вперед. 6-4. Денег у самих не будет, потому как проиграть довольно много. В предыдущем своем выигранном раунде... В общем, мы помним, что потери там были довольно неиллюзорные. Hyperkill по дримеру, но вряд ли это сможет обеспечить достойный... Retake для команды Кингвин придется сейвить. И то не факт, что смогут им позволить себе слишком много. Кстати, у меня внезапно перестал работать тат. Отлично. Очень вовремя. Спасибо. Спасибо. Четвертый раунд для команды Imperial. Кстати, пока интересно будет посмотреть коэффициенты на сайте egb.com. Любопытно, что же они давали на этот матч. Интересно, что на Кингвин коэффициенты были даже выше. 1.97 на Кингвин. И 1.74 на команду Imperial. Если честно, я был готов немного к другому. Вот к зеркальным коэффициентам. Советую Steam Overlay открыть. О, помогло! Спасибо боярам из чата. Теперь мы можем открыть ТАП! И увидеть, что на первом месте идет Миху. Как-то... Ну, это не странно на самом деле. Это обыденно, злободневно. Тривиально. 11 к 6. Так, Виктор. Пока первая стычка. На верхней линии шпэр идет в контр-агрессию. И его вроде бы зачитывают. Да. Виктор... Вот вы заметили, как грамотно сейчас себя повел Виктор? Он, скорее всего, поняв, что играет против Максевена, не стал контр-пикать, не стал пытаться разводить, как-то на выстрелы рисковать. Он просто сел и стал ждать контр-агрессии от соперника. Дождался. Теперь каждые размены должны быть в пользу команды Империал, хотя сейчас Виктор и был подвергнут излишнему риску, ведь он вынужден был переводить свой прицел на игрока, находящегося на старте верхней линии, но в целом со своей задачей он опять-таки блестяще справился. Но вот Шемета не мог быть, конечно, готов, потому что Ралан зайдет вот так далеко. Из такого далека, точнее. Ажнус-респауна. Но произошло именно это. Минус один девайс у Империал, плюс девайс у Ралана. Пятый раунд, тем не менее, для болгарской команды. Ну и вот так, мало-помалу, знаете, после... Да, хотя даже в тех раундах, которые Кингвин выигрывали, обратите внимание на бомбы. Четыре из пяти. В раундах, которые Кингвин выигрывали. Затем в двух даже бомба не понадобилась. Здесь они снова взорваны. И снова-таки сейчас очередной раунд, в котором бомба у Империал была. То есть семь... Семь установленных бомб за одиннадцать раундов. Отличная статистика. Экономика Империал будет в порядке. У кого лаги? У кастера. У кастера лаги. Ну, они не слишком большие, наверное. Забейте. Забыли те самые бородатые времена, когда трансляции, в принципе, не работали никогда стабильно. Только если в 360. Видите, к хорошему быстро привыкаешь. Ну, опять же, экономически здесь скорее свое внимание. Если дело касается игроков защиты. Стоит приковать Кралуну, потому что именно этот мистер имеет единственный девайс на руках команды Кенгуин. Но при этом играет вторым номером на точке Б. Виктор, скорее всего, со своими тиммайтами не будет пикать нижнюю линию. Перетянется к апдауну, и таким образом сплит может быть обеспечен. Между прочим, Маус пошел, поджал мидл, но к этому Шемета оказался готов. Ну, опять же, 2017 год. Многое из того, что работало раньше, не работает. Сейчас действительно чекаются дефолтные нычки. Готовы к каким-то дефолтным поджимам. И, ну, многое-многое становится сложнее. Ну и пока, наверное, раунд этот для поляков уже не спасти. Хотя Миху и действует на размене, в общем-то, неплохо. Можно сказать, что, наверное, это как раз одна из причин текущих неудач команды Fnatic. Потому что именно на этом они действительно выигрывали мажоры. Просто на эффекте неожиданности. Сейчас же это намного сложнее. Спрашивают, откуда удобнее комментировать из студии или отсюда. Смотря с какой стороны посмотреть. Ну, из дома, конечно, в любом случае не так удобно. Но если сравнивать там с коморкой Starladers из студии, может быть. Ну, в общем, не важно. Мы профессионалы. Мы в любых условиях можем выдавать. Вот так вот. Минутка скромности. 6-6. У Kinguin. Нет особых проблем по закупу. Разве что сильно не хватает АВП. Опять же, сказывается, наверное, в частности, тот самый эксперимент с Аскаром. За 5000, по-моему, уже к первому девайсному этот девайс сам по себе появился. Польская команда. Поджим от Хайпера. И снова удачный, черт возьми. Но удачный, правда, только наполовину. Вот если бы Хайпер сумел сделать один килл и уйти, или сделать два килла и умереть, например, на третьем, тогда это было бы эффективно. Но размены 4 в 4, 3 в 3 всегда, конечно, в пользу атаки. В этом плане Хайперу стоило продумать, наверное, свои действия до конца. Плюс мы помним, что в одном из прошлых раундов поляк уже делал нечто подобное. И это получилось великолепно. Он 2 килла сделал и ушел после этого. Или нет, он даже 3 сделал. 3 килла сделал, наверное. Ну, Ралан. Опять-таки странная игра. По точке Б, если уже он остался, знаете, единственным, кто защищает Б-плент от нашествия врагов, то стоило бы занять позицию, в которой тебя не могут отстрелить с двух направлений. А когда ты ждешь выхода с нижней лили, а тебя убивают с верхней. И ты даешь инфу тиммейтам уже постфактум сделать что-то сложным. Килл от Шемета. О, здесь уже поджимающий зелень шпером. Снайперская винтовка. Дриммер ее, конечно, подберет. Вот будь на руках у Империал в данном случае одно АВП, наверное, над вторым Дриммер задумался бы и, может быть, даже не взял бы его. Тем не менее, один АВИК в атаке на трейдере всегда может быть реализован. Так как, наверное, и на другой карте. Что там по кнопке? Ах, вон он, ну что, хорошо. Вроде бы нажал я на самую главную кнопку. Сейчас посмотрим, упадет кому-то дроп или не упадет. Ха, да, упал дроп. Смотрите, работает. Что ж, любопытно. Но очередной экономический Империал выглядит все-таки получше. Ну, гляньте, конечно, на эти бомбы. Это что-то невероятно красивое. Девять установленных бомб за тринадцать отыгранных раундов. Снова-таки, вспоминаются некоторые команды, которые даже в довольно глубоких стадиях своих турниров, пусть и онлайн, умудряли за пятнадцать раундов бомбу не поставить вообще ни разу. Ну и, конечно, соответственно, эти половины проигрывать. Воу, пока экономический. Не без надежды команды Кингвин. Они уже выходят вперед по количеству живых игроков ненадолго. Бублия забирает Мауза. Триммер пикает Миху на вагоне. Снова Баббл. На этот раз минус по Ралану. Шперов тоже умирает. Восемь-шесть. Первая половина за Империал. Все клево. Трейн у них работает. Хотя, не будем забывать, конечно, что это пик болгарской как раз команды. Карта Коблстоун будет следующей. И это выбор команды Кингуин. Ну, подкопив немного денег, Кингвин решили закупать два АВП. Одно из которых уже реализовано. Ралан, отличная работа. Можно пикнуть и второго, но Ралан решил этого не делать. Заметил соперника. Теперь нужно вовремя войти в зум. Не успел Ралан. Буквально до полсекундочки разминулся. И теперь дело за Хайпером. Он невероятно грамотно сейчас спрятался на верхней линии. И спайлир к нему не готов. Хотя сейчас его замечает Хайпер. Как же? Тут даже не сказать, даже что Хайпер ошибся. Ну, мол, в чем ему ошибиться? Разве что в том, что пошел стреляться до конца, понимая, что его заметили. Вместо того, чтобы контролировать верхнюю линию. И, по сути-то, зажать своих соперников с двух сторон. Вот что он мог сделать. Об этом немного попозже, потому что сейчас у поляков выбора нет. Нужно оформлять ретейк. Шметов в коннекторе. Должен забирать Мауз. Ну да, здесь пусть и не без проблем, но со своими стрелями справляется. И на размен от Миху с 19 хп жив поляк. Жив божьими чудесами. Бомба сейчас взорвется. С авиком ничего сделать не получится. Наверное, ну, кроме вот этого фрага. Хорошо. Миху. Еще и в живых остался. Ну, по крайней мере, плюс статистика. 9-6, тем не менее. Половина команды Imperial была выиграна совершенно по делу. Так вот, что же касается Хайпера, находящегося на верхней линии. После того, как он осознал, что его заметил игрок, устанавливающий бомбу, и что он эту установку бомбы предотвратить никак не сможет, ему стоило не ввязываться в эту перестрелку, согласитесь, вот так вот туда уже смотреть вниз, понимая, что где-то будет еще как минимум один соперник, да, что на тебя и спот линии смотрит, и откуда-то с другого направления. Стоило бы, наверное, уйти обратно, дождаться тиммейтов, выбить вместе с ними. Действительно напрягать, согласитесь, это очень сладкая позиция. Вместо этого Хайпер просто умер, и его тиммейты остались в меньшинстве. Его тиммейты остались без позиций, и, соответственно, с очень малыми шансами на взятие раунда. Хотя, конечно, сам по себе этот поджим был действительно действенным и мог бы сработать. Кто ж спелл спрашивает? Интересно, вот есть поляки? Занимают апдаун на пистолетном раунде. Игроки команды KingWin на пистолетном раунде второй половины. И тут же сносят Шмету. Странный очень расчет, Сюспом занимает упорную позицию в апдауне, где у углака есть ваншот, и, ну, некое даже преимущество в плане той же скорострельности, например. Теперь Виктору нужно включать вак, вактор-режим, но он его не включает, тут же получает хэдшот от Миху. В ответ размен от спай-лидера, но не слишком он удачен, потому что жизнь свою сохранить не вышла, так же у бабла. Ну, знаете, все идет к тому, что пистолетный раунд идет в команде KingWin. Здесь действительно, у них игра пошла с самого начала. Пистолетного раунда я имею в виду. Откровенно слабовато выглядели и позиции Imperial, и их стрельба. Вот она, возможность вернуться и оформить такой мини-мини-комбэк. Хотя, наверное, если подумать по таким коэффициентам, наверное, на поляков стоило бы поставить. И правда, вот непонятно, что с ними такое стало в последнее время, там, в 2017 году. Чего они внезапно так плохо заиграли? Может быть, действительно слишком много денег было выиграно на ВЭЗГе? Так, смотрим за Шпера. Но он справляется с одним, этого мало, все-таки форсбай соперника. Теперь спай-лидер может, например, разобраться вместе со своими тиммейтами, с выходящими. Нет, уже не разберутся. Здесь Миху, Миху не контрится. А в дауну должен был быть занят, но, скорее всего, до конца не понял игрок команды KingWin, что у Шеметы остался один холлс-поинт. И проблема, лучше бы давил, потому что Шемета, оставшись в живых, с одним хп забирает Мауза в ответ. Ситуация становится 2 в 2, и Imperial сейчас имеют отличные шансы перевернуть, если бы Dreamer посмотрел на спрятавшегося на вагоне Хайпера. Да, никто не посмотрел. Шемета с тем самым одним хп. Все-таки KingWin не отдают форсбай команде Imperial, хотя последние были не то чтобы очень далеки. Дропы, дропы, дропы. Ни одного потерянного кадра нет. Вообще ни одного. Но фризы есть, но фризы есть. Это да. Тут с тобой не поспоришь. 8-9. И еще один экономический от Imperial. Тут уже наверняка нож у Виктора. Отличный нож мясника. Кстати, нож-крюк, насколько я помню, это вообще первый скин ножа. Вместе вот с раскладным они появились. Насколько я помню, из первых ящиков. И опа-на! Шпера загулял. Куда же это ты идешь? Ну, хотя, наверное, Шпере и не повезло в каком-то смысле. Он наткнулся на единственного имеющего хоть какой-то девайс и армор игрока. Плюс ко всему, он отвлек внимание своих соперников. Все они в пятером находились на точке, а выход после энтрифрага по своему тиммейту Кингвин обеспечили в Б. Точку уже установив там бомбу, они рассредоточились. Поэтому, ну, в общем, здесь все понятно, сложным выглядит выбивание для Империалса, одним армором и двумя фармганами. Вдобавок ко всему и без китов. Немного фарма денег. Шмета. Один. Уходит. Опять на сейв, наверное, не столько ЕМП, сколько армора. Смока. Да и Юмп лишним не будет. Конечно, побегать с ним во имя экономии один девайс на раунд можно. И настолько это плохой девайс. Как участвовать в розыгрыше? Сейчас я нажму на кнопку. Гиптс. И кто-то из вас получит скин. Но, чтобы поучаствовать в розыгрыше, вы должны привязать свой стим. Какао он тут Вича. Подписаться на канал, выполнить проще условия. Ими бот флудит время от времени. Ну и теперь самое интересное. Дамы и господа, по снайперской винтовке у команды Кингвина Империал. По фармгану у команды Кингвина Империал. Виктор. Действовать не менее агрессивно, чем его соперники в первой половине. Тот самый вагон. Наверное, даже более. Если поляки предпочитали занимать для контроля медла пространства между вагонами, то бишь здесь, то Виктор играет на нем. При этом, даже несмотря на то, что спалился, продолжает сидеть самоуверенно на синем. И дожидаться от кого-нибудь выхода. От кого-нибудь вроде Ралана, который ждет того же самого. А вдруг кто-то из Империал решил поджать. В общем, пока просто Майнд Геймс. Обратите внимание, интересно, довольно контролируется зелень. Непосредственно кого-то на первой линии нет. Спайлидер сидит за вагоном, за красным. Апдаун. О боже. Снова эти похороны вместе с Шеметой. Виктор оформляет три фрага на двоих. Шемета дает два, Виктор один. Подсадка в зелени очень сильно потерялся. Спайлидер посмотрел даже в спину на всякий случай. Вот настолько он не понял, откуда же по нему могут стрелять. А это хитрая подсадка от поляка. Виктора при этом тоже заметили. Сейчас он тоже, скорее всего, умрет. А вот размены с апдауна должен последовать. Да и сам Виктор остается в живых. Вышел из блайнда, справился со Шпера 10-9. А вот это уже плохие новости для команды Кингвин. Они показали только что свой первый девайсный раунд в атаке. И, очевидно, ничего не получилось. Кингвин имеют последний девайсный перед их экономическим раундом. Ну, и этот девайсный, если уже быть откровенным, выглядит так себе. Галил ЮМП. Гранаты хорошие, у Шпера нет девайса. Ну, в целом, конкурентоспособный, конечно, но некий недостаток тут все же прослеживается. Виктор был сейчас очень близок к тому, чтобы оформить очередной вак. Он оставил прострелом сквозь дым Шпера всего 8 хп. Сейчас умрет Маус. Следом за ним должен умирать и Миху. Хотя это Миху, ему ведь не то, что везет, он просто очень хороший игрок. Его так просто не перестреляешь, как можно это сделать с другим каким-нибудь игроком Кингвин. Сейчас я вам покажу статистику Миху и вы обомляете, если вы ее еще не видели. Пока он продолжает делать для своей команды все необходимое, приносить максимум пользы. Его, тем не менее, сейчас остановили. Шпера красный за трансформатором. Его заберут. И все, наверное, пойдет наперекосяк. Спрей от Виктора. Одного, второго забирает. Раул, остается один. Раул, он в тылак. Бомба стоит под него. Фейк по дефюзу бомба. Раул, он наспреивает по Виктору. Один в один против немобильного Бабла. Тот просто садится дефюзить бомбу. Фейк, попадание. Отлично. Бабл успеет ли? Да, должен успевать. Отличная работа. За сколько? 0,4 секунды. Ну, опять-таки, использовал вот эту фишку Калдзеры. По крайней мере, я ее впервые увидел в Калдзеры, когда садишься дефюзить бомбу и входишь в зум. Там уже будь что будет. 11,9. Опять же, отличная работа от команды Империал. 26 на 12 идет Миху. И даже это не помогает. 26 на 12 при разрыве в два раунда. И сейчас, возможно, будет третий. Ведь Кингвин, установив бомбу и заполучив, в принципе, комфортный, ну, такой, знаете, минимальный порог экономики Кингвин только что преодолели. Все-таки, установив ту самую бомбу, они закупаются вновь. 2 АК, Галил, 2 Тека. Ну, опять же, здесь не 1,6, CS GO. Такой экономик, разумеется, команды предпочитают закупаться. Выход через нижнюю линию. А вот это уже было не очень хорошо. Ралан справляется с Галилом. Однако, на самом деле, это впечатляюще. Давай по Баблу также настреляй. А он и с Баблом справляется. И если нет разницы между Калашом и Галилом, а зачем платить больше? Воу! Третий фраг, Ралан полегче, успокойся. Галил Пауэр в деле. Спрей на пределе, Шперра четвертый и пятый фраг. 11-10. Вот так нежданно, негаданно. Это при всем при том, что именно игрок Империал сделал первый килл. Отличная работа, Ралан. 2000 долларов Галил стоит. Пожалуйста, 35 патронов. Можно в голову стрелять, соперники будут умирать. не хуже эмки. Посидеть месяц на рекойл мастер. Выучить спрей Галилы, рисунок спрея на уровне условного рефлекса. И можно вести экономические войны. Финал мажора, решающий раунд пять Галилов. Как вам такие расклады? 11-11, пока Кингвин выигрывает эко своего соперника. У Империал, в отличие от Кингвин, на самом деле, по ходу второй половины возможностей привести экономику в порядок. И в принципе, получить некую денежную свободу было намного меньше. Поэтому тут у них речь о том, делать форс Лека уже не стояла. Ну и вот он девайс на раунд от команды Империал. Дабл поджим верхней, точнее, нижней линии от команды Империал. Дример умирает, Виктор его разменивает. Здесь все понятно. В том свете, что Ралан пострадал где-то на минус 46 хп. Это выглядит неплохим решением. Хайпер замечает. Виктор думает, заметили его. Но Хайпер самого Виктора не заметил. И вот это ключевой доказался момент. Хотя Виктор, возможно, не сомневался в том, что его не увидят. Но я бы на месте Виктора сомневался. Видел меня, не видел этот чувак. Хотя, конечно, по дальнейшим действиям Хайпера все стало понятно. Меху пытается тем временем выйти в зелень. Или, возможно, дать какой-то фейк и уйти обратно. Как бы там ни было, бомба вообще лежит. Лежит под терриспауном. Меху сейчас за ней пойдет. Конечно, постражаться за раунд для команды Кинг Бин будет не так просто. С таким-то меньшинством. Снайперы выпускают вперед первым номером и, как неудачно, а Шемета для Шперов встал в очень непредсказуемой позиции. То есть, эта позиция была за трансформатором, но открытая. Спалидер перекрывает Миху. Попадание от рау на 1-2 нужно больше времени. Вот еще бы секунд 15, наверное, ему и можно было бы клатч разрулить. Так слишком мало. Нужно находить двоих. Уход в Б будет зачитан. Разумеется, вот вы видели, что Виктор уже оттуда побежал. И при этом пройти в СВП будет ну очень-очень сложно. Смотрите, насколько сложно. Вот вам, пожалуйста, 12-11. Да и Бабл тоже туда же бежал. Ну, опять-таки, рауну нужно было просто больше времени. Возможно, имея он секунд 40 и не пошел бы в апдаун, имея информацию по двум игрокам, попытался бы разрулить СВП и просто подстреливать Болгар по одному. Но, если бы ДК бы, друзья, 12-11. Все еще не без экономики у команды Кингвин. Апдаун! Выход от поляков. Фамос очень странно реализован. Был Шемет и теперь нужен размен. Катастрофический нужен. Спай-лидер не справляется. Точнее, не спай-лидер. Ну да, он справился с первым, а вот со вторым уже не смог. Не совладал. Бомба установлена. Кингвин. Ну, вывалились на ноге в точку А. Радует, что и польская дружина сражается за этот самый ДТрейн. Понимают они, что на Кобблстоуне Империал могут показать борьбу. Плюс ко всему, с другой стороны Кингвин, отыграв этот трейн, с плюсом для себя могут заканчивать со счетом 2-0 текущую встречу выходить в гранд-финал Хеллкейса уже вот так вот. Просто по щелчку пальца имел в виду, но не щелкнуло. Поэтому по щелчку пальца. Если выигрываю трейн, а вот если нет, может, знаете, и не свести. Так, выбирают. Выбивают, точнее, тем временем сейвящийся АВП. 12-12. У Империал все плохо с деньгами. И... Не знаю, на самом-то деле все здесь очень-очень на тоненьком льду. С одной стороны, если посмотреть у Империал не было выбора в плане этого Форсбая, потому что два экономических они должны были бы просто, ну, делать. В любом случае. Либо, знаете, как Нави. Вот Нави интересный такой подход показали на Кельне. Они второй раунд сливали, а на третьем делали Форсбай. Как-то вот так получалось. Но в некоторых моментах оно было действительно так. Абдаун. В Абдауне находился Шемета. От откинутой под него Хаешки он довольно сильно пострадал. Минус 50. Хотя в свете отсутствия армора мог бы, наверное, потерять и больше. Молотов. Горает. Абдаун. Разумеется, умирает. Тут его стрельба была... Судьба, точнее. Судьба была предрешена. Спай. Раз СЗШ-ка. И Виктор включает пистолет. Напомним, арморы есть у команды. И сейчас Миху должен умирать, но нет, на развороте забирает спай-лидера. Размен от Виктора. Ну, и Хайпера можно было забрать, хотя слишком мало ХП уже было у Виктора. В голову не залетело. Один в один. Бабу не справляется с Хайпером. Это один из ключевых моментов. Теперь Дримеру из довольно стандартной позиции нужно тащить плач 1-2. Бомба будет устанавливаться под дым. Миха умирает, теряет бомбу. У Хайпера один ХП. Всего лишь одного попадания хватит для того, чтобы Хайпера убить. А времени 8 секунд. Бомбу Хайпер ставить просто вынужден. Дример может на этом сыграть. Бомба установлена. Хайпер умирает. Отлично! Блестящая! Филигранная! Немыслимая работа от команды Империал и от Дримера в частности. Ну и Виктор, конечно, тоже хороший. Да все хороши. Потому что сейчас раунд-то на самом деле был выигран важнейший Империал. Наверное, я бы сказал, судьба карты, в принципе, зависела от этого-то раунда. Представьте сами, если бы при счете 12-12, что было, согласитесь, довольно ожидаемо, Империал проиграли бы Форсбай. Они вынуждены были бы сливать и следующий. То есть Кингвин вышли бы уже на преимущество в два раунда. Счет 14-12. Там снова-таки дело одного девайса, но плюс свою экономику. Поляки привели бы немного в порядок. А здесь они проигрывают Форс, теперь вынуждены, наверное, отвечать тем же. Экономика довольно спорная, но на три девайса хватит. 5800 у Мауза. Интересно. Интересно. Итак, КК, Джастин Пауз, when he come back, ready, sorry, пишется про лидер, да ладно, все мы люди. Нажимай на кнопку, Ленин. Ладно, нажимаю. Нажал. Сейчас кому-то упадет дроп. Будет забавно, если упадет дроп тому же, кто попросил у меня нажать на кнопку. 13-12. Вот сейчас раунд будет ключевым. Смотрите. И у тех, и у других денег вообще никаких нет. Каждый пережил качели. Это значит, что при проигрышах денег все равно дадут мало. При любых раскладах 1900 долларов не хватит ни за Т, ни за КТ для того, чтобы хоть как-то закупиться. Ну, если речь не идет о пистолетах плюс армора. Стало быть, нужно играть на максимум в этом раунде. Поэтому никто особенно не спешит, хотя у Кингвин, очевидно, уже есть какой-то конкретный план. Немного поконтролировав апдаун, поляки смещаются на пожарку и будут выходить в Б-пленд. Что же мы видим здесь? Оборона с двух направлений. Здесь Империал придерживаются строгих взглядов на диффенс плентоп. Три А, два Б. При этом позиции, обратите внимание, упорные. Под коннектором защищающих игроков нет. Один на вагоне, второй смотрит на верхнюю линию. Первый открывается. Дример ловит флешку. Глазами спрыгивает. Начинает неистово нашивать в Деймхайпер. Мог бы его пикнуть, но не пикнул. Дример ошибается сам. Куда же ты пошел? Братан, нужно было играть за попдогом или пытаться отходить куда подальше. Он, конечно, мог потенциально ожидать, что пикнул с другой стороны. Но там вроде как помогали тиммейты. Эти поджимы контролировали. Миху сейчас умрет. Слишком уж он самоуверенно пошел поджимать, имея так мало здоровья. Большинство Империал наиграли. Теперь главное его не разбазарить, не разбазаривают. Баббл перекрывает Мауза. Ралан стекнайном. Настреливает по спайлидеру. Не забирает того. Забирает, тем не менее, Шемету. Красным остается спайлидер. Напомним. Бам. Баббл один. Что же ты делаешь? Ну хоть с пистолетом откройся, Айвик. Какой? А-а-а-а. Ралан красавчик. Господь Бог вытащил клатч для своей команды один в три. С стекнайном в руках. При том, что соперники имели по нему полную информацию. Имели время на то, чтобы с этим клатчем разбираться. Что же мы видим? Просто... Чудовищный! Чудовищный какой-то отыгрыш от Империал, который сейчас может стоить им их собственного пика. И если мы говорим, что на Тир-1 уровне уже особенно и не важно, кто там какую карту пикнул. Потому что, в принципе, профессиональные команды играют 6 карт сейчас. Там топ-10 какие-нибудь первые, да? То вот на таких уровнях, Тир-2, Тир-3, это уже намного важнее. Ну тут скорее Тир-3, можно сказать. Тир-3 уровень. Потому что на Тир-3 мало у кого готово 6 карт. Вот реально на одном хорошем уровне. Тут речь скорее даже идет за 3-4. Это значит, что Империал на Кобблстоуне могут и не вывести. Раз уж Кингвин выбрали ее своим пиком. Раз уж они... Ну и раз уж они давно уже достаточно Кобблстоун играют, хорошо. То есть, действительно, по истории их игр на ЛТВ можно сделать однозначные выводы. Да, кстати, за скины, которые падают для пользователей чата и, в принципе, для зрителей этой трансляции, благодарим сайт HellCase. Это парни, которые, в общем, и турнир организовали. Дали неплохие призовые для команд. И дропы вам раздают. В общем, HellCase хорошо. Ну, а у нас, тем временем, 14-13. И поджим зелени. Ну, здесь отчаянное, знаете, решение. Оно работает! Ого! Да вы что! Империал! Старый добрый пуш зелени. Ну, срабатывает он постоянно. Наверное, на всем протяжении существования нового Детрейна поджимы зелени работают. Виктор сейчас мог бы пикнуть довольно эффектно. 0. Спайлидер реагирует на Миху. Попадает тому по голове практически сразу. Ралан сумел сыграть как максимум на размен. Теперь контрразмен от Виктора и 14-14. Вроде казалось бы, что команда Кингвин уже имеет хороший задел. Но, знаете, здесь мало кто мог быть застрахован. От того, что Империал только что сделали. Ну, согласитесь, сами Кингвин контролировали поджим зелени втроем. На зелени находилось три человека. Позиции у них были таковы, что... Вывод однозначен. Поляки сидели и ждали поджима зелени. Они этого поджима дождались. Действительно, Империал вдвоем пошли и пикнули эту самую позицию. Вышли вот на вражескую длину. Но перестрелки были выиграны болгарами. И от таких поворотов судьбы, да, от таких причинно-следственных связей никто не застрахован. И тут Кингвин, но сделали все, что могли. То есть, по сути, мув соперника они зачитали. Просто не свезло по стрельбе. Отличная флешка. Прямо в глаза Хайперу. Снова-таки его ослепляют. Маус выигрывает свою перестрелку. Второму тоже должен был быть готов. Виктор! Конечно, его решение сыграть на контрразмен было не самым худшим. Но тут было несколько вариантов. И, видите, я имею в виду несколько вариантов, исходя из которых Виктор мог бы этого и не делать. То есть, у вас тентри-фраг есть, твоего тиммейта убили. Скорее всего, будут дожидаться и тебя. Ведь есть информация, что нижняя линия пикалась вдвоем. А стало быть, возможно, стоит закрепить хотя бы паритет по живым игрокам и уйти обратно, вместо того, чтобы вот так сильно рисковать, не имея однозначного позиционного преимущества, ты, по сути, вынужден открываться префайером и рассчитывая только на свою стрельбу. Тогда как соперник сидит, тебя ждет. В общем, здесь тоже, знаете, такие майндгеймс, которые можно было бы интерпретировать по-разному. Ну и теперь... Ситуация 4-ф3. Кстати, под один единственный дым и флешку. Даже третий номер спайлидер сместился на какое-то время с плента А на Б. Ралан, палец! Не палец, а на вагоне! Спайлидер! Оттуда же дым летел! А что же это болгарский друг туда не посмотрел? Ну, возможно, я чего-то недопонял в этом игровом моменте, но, по-моему, все было однозначно. Полетел дым из-под вагона и туда никто не обратил внимания в итоге. Разумеется, палец со своим соперником справился. Империал под конец. Мне кажется, оказались немного раздосадованы. Шемета поджимает своего же тиммейта. Ну, понятно, что не поджимает. Так, оборот речи. На самом-то деле, Империал нужно девайсы свои засейвить. Ну и бомба взорвана. Это 15-14 и тактическая пауза от команды Империал. Ну, экономику здесь обсуждать как бы уже не стоит, потому что ты закупаешься в любом случае. При том, что деньги, если уж быть откровенным, комфортнее, чем могли бы быть. Ведь Кингвин не прерывали серию. Они один проиграли, следующий выиграли. Стало быть, команде Империал навалили 1400 долларов, а на руках у них оказалось по 3-4к. То есть для их экономики это очень благотворно. Другой вопрос, что с этими девайсами теперь делать? И как выходить на овертаймы? Ну, админ не преклонен. 30 секунд паузы, не больше. Стату Миху говорят. 34-19! 30! 34! Матерь божья! 34 фрага! Это много. 24 у Ралана. Ну и посмотрите теперь Империал, при том, что проигрывают всего один раунд. Ладно, об этом попозже. И сейчас просто врыв на ноге от команды Кингвин. Они решают заканчивать. Просто жестко ставить точку на этом трейнере. Спайдер отчаянно сопротивляется вместе с Шметой. Они каким-то невообразимым образом выводят ситуацию на равную. 3 в 3. При этом два игрока из трех под коннектором. Команды Кингвин подгорают. Дриммер делает еще один килл. Раун 1 в 3. Снова-таки против двух красных практически игроков. У самого сотка ХП. Замечает соперник. А палец. А теперь нужно посмотреть в упорную левую позицию. Его действительно могут пикнуть. И сейчас спайдерами этим будем заниматься. 15-15. Это овертайм. Насколько же Кингвин хорошо стартанули этот раунд. Настолько же плохо его закончили. Потому что если у вас стоит бомба. И бомба стоит под позицией, в которой можно уйти. Я подразумеваю апдаун. За красным вагоном. Мидл. То туда пожалуйста и уходите. А лезть куда-то в коннектор. Это конечно странно. С другой стороны. Решение в целом было принято очень верно. И команду Империал стоит похвалить. Они вытаскивают важнейший для себя раунд. 3 в 5. Нас ожидают овертайм. И даже без квана. Кто бы мог подумать. Очень это конечно жестко. Но смотрим. Смотрим. Правила МР3 10 тысяч. Тут все хорошо. МР3 16 уже редко где используется. Ну, наконец обнаружилась и причина. Того, что используют эту систему не часто. В последнее время все реже. Потому что там два Трявика. Появляются постоянно. И... Ну, не знаю. Мне, например, лично интересно за этим смотреть. Потому что овертайм это другая игра. И там действительно должно быть. Но это уносит некий имбаланс по сторонам. Потому что понятно. Трявика в защите намного эффективнее. Чем Трявика в атаке, например. Ну, возвращаемся к нашему матчу. Кингвин действует и в половину. Не столь агрессивно. Как в предыдущем основном раунде. Здесь они все делают наверняка. Выпускают Миху вперед. Чтобы тот оформил первый килл. Размен, возможно, последовал быстрее. Чем того ожидали игроки польского коллектива. Смок в ответ. И кингвин начинает выжидать. Им-то, разумеется, стоит сидеть и ждать. По крайней мере, некоторое время. Хотя времени этого уже не так много. Ралан пропрыгивает Виктора. Вот это! Черт возьми! Мне кажется, Ралан делал вот эту припрыжку в ожидании снайпера. Где-нибудь в позиции на мидл. А тут сидит рифлер. Ралан думает, ну уже все. Сейчас по мне заспреет. И я умру. Я же в полете. Стрелять не могу. А тут такой вот неждан. Дример просто теряется в своем спрее. Ай-яй-яй. Империал. Все еще можно спасти этот раунд. Здесь главное взять себя в руки. Развести, например, шпела на... Да. Ну что ж ты здесь делаешь? Хайпер заходит с правого фланга. Расстреливает и Бабла, и Дримера. 16-15. И даже установленной бомбы здесь не понадобилось. Да-а-а-а. Вот это уже не весело. Как мне кажется, для команды Империал. Ведь ладно, там основное время. Здесь скорее более решающим фактором является сам по себе. Момент выхода на овертаймы. Но когда ты начинаешь вот так теряться, нервничать... Это плохой знак. Ну, наверное, если сравнивать все-таки опыт команды Кингвин и Империал, то Кингвин он именно в командном плане превосходит. Империал. Основным костяком они играют довольно давно, и при этом регалии. Польская дружина тоже имеет. Довольно весомый. Просто 2017 год не польский год. Так уж вышло. Это год бразильцев. Датчан. Нажми на кнопку. Ну что, нажать на кнопку? После раунда нажму. Пока все равно игроки действуют медленно. То есть здесь никаких фастколов нет. Ну, это всегда подразумевает риск. Ясно, что любой раунд риск, любой раунд можно проиграть. Но делая какой-то раунд на ноге, вы сознательно, как мне кажется, соглашаетесь на некую монетку. То есть ваш соперник может быть не готов к такому, а может быть не готов. Вы не имеете просто достаточной информации, вынуждены действовать на Абум. Но сейчас, как вы видите, индивидуальные действия Миху снова-таки ненамного влияли. Бесшансовый прием от Виктора, и здесь он справляется хорошо. Жесть! 500 кп остается и Умпериал на пятерых. То есть это настолько бесшансовый раунд, что у меня даже нет слов. Ну вот, мол, кингвин стоят, ждут-ждут, а потом открываются по одному и умирают. Что это было? На что здесь расчет кингвины? И здесь уже даже вопроса не возникает. А с чем же связаны такие качели? Потому что один раунд команда может отыграть хорошо, а второй просто никак. И то, дождественен этот тезис и для Ипериал, и для кингвин. Да, в данном случае. Особенно по второй половине. Не могу я вам уже показать, да, ход продвижения раундов. Но там реально были качели. 2-1, 1-2 по раундам и так далее. Ну, сейчас кингвин пытается действовать на более ранних таймингах, при этом вместе. Не удается сделать первый килл, при этом размен, ну, тоже такой себе. То есть здесь размен пока... А, не, нормально, Хайпер ведь тоже сделал свой килл. Вот этого я не заметил. Нет, 3 в 3 уже намного, намного лучше. И плюс ко всему, кингвин, выйдя на вот эту ситуацию 3 в 3, и уже топчаясь по точке А, на таких ранних таймингах заполучили, в некотором смысле, даже преимущество. Потому что теперь они могут просто стоять 30 секунд, дергать игроков в Ипериал. Заставлять их принимать необдуманные решения. Хайпер, очень тайминговый дым. Сейчас болгарам придется либо ждать, либо действовать на Абум. Они решили действовать на Абум. И как же... Хайпер сейчас проиграл раунд для своей команды! Вот это повороты! Запер зелень и перестал туда смотреть. 2017 год. Дымом на первой линии вы уже никого не удивите. Через него могут просто идти вот так на шифте. Хотя, конечно, болгары тоже красавчики, ведь не побоялись. Они, ну, поняли, что если дым был откинут, наверное, туда кто-то смотрит и открываться. Если уж и стоит, то с флешкой какой-нибудь, знаете, возможно, с контр-дымом, с чем-нибудь еще, с двумя флешками. А тут решили открываться на шифтах, и это сработало. Потому что поляк просто отвернулся. Решил, ну, наверное, дым. Это как бетон, только дым. 17-16, Imperial, проиграв первый раунд. Первую половину овертайма выигрывают два следующих. И начнут вторую половину с преимуществом для себя. Так. Гифтс! Все, сейчас кто-то получит... Сейчас кто-то получит дроп. Хотел пошутить, но не буду этого делать. Как? Спрыгнул. Спрыгнул с шутки. 16-17. Кингвин в защите. Ну, непонятно. Вообще, по началу первой половины основного времени можно было сказать, что для поляков это даже более комфортно. Сейчас это уже под сомнением. Потому что вроде бы Imperial хорошо себя чувствует. Особенно, когда их не скобывает экономика. 1-0-5 1-0-4 1-0-1 И вот он, выход. Ровно на минуте. Hyper Отлично справляется с Ралланом. Здесь снова... Ну, преимущество изначально у польской дружины. Оно усугубляет с разменом. Dreamer Mouse Контрпик от Hyper Очень хорошая позиция. Но вот по стрельбе проблемы. Hyper свою перестрелку проигрывает. Он по-прежнему не установлено. Dreamer решает играть на опережение. Он метит бомбы. Пошел колить. Миху его за это жестоко наказывают. Потому что Миху все равно. Он попадает. Молотов не дает возможности Шамете пройти куда-нибудь между первой и второй линии. Точнее, в данном случае получается между четвертой и пятой. Все-таки беплент. Кстати, оказывается, под перекрестным огнем Шамета еще и бомбу устанавливает. Нестандартно его пикают. Тут же убивают. Бомба ни на что не повлияет. Экономика тут особенно для террористов имеет малое значение. Что тут скажешь? Hyper. Молодец. Ну, сделал два килла. Вместе там с Ралланом. Раллан дал ассист. Приняли этот выход на B. Выход довольно читаемый, если уж быть откровенным. Ну и сейчас при счете 17-17 любой из команд нужно два раунда подряд для того, чтобы обеспечить себе победу на первой карте. Напомним, на пике болгарского коллектива. Мичу, Ленин, мичу. Да мифу, мифо. По-польски мифу. Так же, как и шпэра. Ну, то есть, если читать шпэра по-английски, у вас шпэра никак не получится. Получится спэру. Сезапэру. Вот. По-польски читается шпэра. Почему шпэра никто не удивляется, а мифа удивляется. Бялму, нахуй. Размены. Наконец-то в пользу команды Imperial при выходе на B. Тем временем, пока мы пообщались на сторонние темы, болгары уже пронесли точку B, установили там бомбу, заняли выгодные для себя позиции, и выбивание, опять-таки, обеспечить будет очень сложно. Теперь уже невозможно для команды Кингвин. Какие же это все-таки качели? 18-17. Решающий раунд. Либо вторые допчики, либо победа команды Imperial. 2 AWP появляется у Кингвин, как спасительная тростинка для утопающего. Большая карта. Неужели Imperial будут разыгрывать быстрый раунд по точку A? Пока вроде бы работает, как жестко проносят шпэру. Боже мой! 2-3 фрага. Ну все, Imperial, наверное, всерьез. Сдались целью выигрывать этот трейн. Так и есть. При этом все три раунда, по-моему, да, которые Imperial разыгрывали, они разыгрывали быстро. Кингвин, очевидно, не готова к таким агрессивным решениям от своих соперников именно по карте Детрейн. Непонятно, что будет на Коблстоуне, но текущий раунд спасти уже не получится. Ну и сейвить не нужно. Здесь Миху перетягивается на КТ, просто понимая, что из коннектора его никто не выпустит. Там и дым. Да, смотрят. И Дриммер, кстати, уже сделал минус 4, отчаянно пытается найти пятого. Пятый прямо за тобой, и Дриммер только что имел возможности выйти на есть. Теперь уже вряд ли. Скорее всего, Миху попадет на другого своего соперника. И от его же рук. И умрет. Ну вот Виктор. Виктор умирает. Дриммер получает инфу. И стилит рампагу господин Миху. Тем не менее, 19-17. Imperial одерживают победу. С чем мы их и поздравляем. Конечно, только в рамках первой карты, ведь это Best of 3, а бомба взорвалась дважды. Такого я еще не видел. Ну, два заряда было наверняка. 19-17. Таким образом, победу одерживает команда Imperial. Дальше Cobblestone, который выбрали кенгуины. Начнется он минут через 5-10. Соответственно, далеко не разбегайтесь. Поляки ответят нам на самый главный вопрос. Способны ли они играть на конкурентоспособном уровне в рамках карты The Cobblestone, которую выбрали сами, или же Imperial все-таки сильны и закончат. Все, со счетом 2-0. Третьей картой, если она понадобится, станет The Inferno. Я же ухожу на заставку. Скоро вернемся. Никуда не...